В первую очередь хотелось бы поздравить своих игроков. Мы знаем, что здесь в Красноярске всегда очень тяжело играть, мы знаем, что Енисея очень хорошая команда, но мы внимательно изучили соперников, изучили нападение Енисея, как нам показалось, нашли слабые стороны в их атаке и, как мне кажется, сумели очень хорошо защищаться сегодня и можно сказать, что наша защита сегодня была даже не просто очень хорошей, а практически идеальной, поэтому я считаю, что мы заслуженно победили. Я никогда не использую одну и ту же стартовую пятерку и применяю, использую замены в зависимости от того, как играют мои оппоненты. Сегодня я взглянул на состав Енисея, принял решение, что будет нужна помощь против Дауделла, чтобы он не мог делать передачи в лоу-пост, поэтому это будет подход к каждой игре, поэтому я всегда смотрю, что делает соперник и делаю ответный ход. Я думаю, что игра у нас не полностью получилась, потому что начало игры команда достаточно жестко защищалась, но в этом высоком темпе низкий процент реализации, прежде всего фолов и двухочковых бросков, а в конечном итоге общий процент реализации довольно низкий был, и этот темп мы не выдержали. Соответственно, во второй четверти набранных три очка дали забить 10 локомотиву. Это, думаю, что очень хороший показатель, то, что сами забили три, очень плохой, но это опять та ситуация, где разница в классе у нас складывается, потому что на классе локомотив смог набрать свои 10 очков, мы не смогли. И эту разницу уже сокращать было достаточно тяжело по такой игре. И когда мы потеряли основного центрового Мартинша, я не могу сказать, что он сегодня играл очень хорошую игру, но тем не менее, все-таки это большой игрок, которого мы рассчитываем, то нам стало совсем тяжело. Ну и в последней четверти я уже принял решение играть и наигрывать, прежде всего, Лайонса и тех игроков, которые мало играют. Пожалуйста, вопросы от тренировок. Вичкуров сегодня не играл, почему есть? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я знал, что он сегодня будет играть не очень хорошо, но нужно было все равно запускать его играть, потому что сегодня пятый день нахождения здесь, потому что он находится в ситуации акклиматизации. И обычно на пятый день, четвертые, пятые дни всегда тяжело играть. То есть легче играть первый и второй день, нежели чем играть четвертый и пятый. Но только через игру, через партнеров, через понимание он может прийти как можно быстрее. Я надеюсь, что в следующей игре уже он будет полностью готов, войдет в ритм. Потом, на самом деле, для того, чтобы наиграть все взаимодействия и понимать, кто из партнеров что может, а кто что не может, ему нужно все равно игровую практику. Поэтому я принял это решение, чтобы в любом случае давать ему играть вне зависимости от результата. У нас три дня всего было на подготовку. Мы играли сегодня 28 число, играли 24-го. У нас до этого 25-го было выходной, 26-го, 27-го два дня на тренировку. Если из них одна тренировка по общей физической подготовке, потому что она нужна, то игровых тренировок у него было две. Все, что за две тренировки он смог увидеть и запомнить, это то, что он сегодня и показывал. Потом надо понимать, что мы не можем под одного игрока перестроить весь тренировочный процесс и заниматься только тем, что наигрывать его и вводить его в то, что мы играем. Поэтому тренировки идут по своему плану, и на эту марку надо втягиваться в эту ситуацию. И он уже перед этим сказал, что мы понимали, что так может быть. Довольно тяжело за два дня войти и все делать, да, и понимать всю команду. Тем более, что сегодня, например, несколько хороших передач были просто не пойманы, которые он отдал. Пока он не может найти себе место на площадку, но это абсолютно нормальная ситуация. Тем более, он находится в ситуации акклиматизации. С приходом Мереша показалось, что Саша в думах несколько ушел в тени, как-то начал теряться на площадке. Сегодня он довольно хорошо вышел. Насколько это ошибочно, не или правильно, что он начал теряться? Насколько этот матч может ему помочь вернуться в игру и показывать хорошую игру стабильную? Вчера у меня был длинный разговор с Сашей один на один. И, в принципе, моя мысль сводилась с простой вещью. Каждый игрок, вне зависимости от команды, от тренера, как и любой человек, сам делает свой выбор. Саша уже много лет является каким-то перспективным игроком, за которым тянется шлейф нестабильности. То Саша в ЦСКА, и один из лучших, и вовсе Россия на него надеется. То Саша в команде Лиги ВТБ, то в Суперлиге, то еще где-то. Все время есть какой-то шлейф. Поэтому вчерашний разговор, на мой взгляд, он сегодня имел хороший положительный эффект. Можно всю жизнь быть средним игроком. Каждый определяет, что он хочет в своей жизни. Либо ты добиваешься чего-то, либо ты так и волокешься вместе со всеми. Поэтому сегодняшняя игра, это, я думаю, следствие разговора, потому что Саша меня услышал и понял то, что я ему хотел сказать. Что будет дальше, это зависит от того работоспособности, от того желания. Потому что быть лучшим, быть всегда тяжело. Потому что это напряжение. Регулярное, постоянное. Это напряжение на тренировке, это напряжение во время игры, это режим дня и все прочее. И не все этого выдерживают. Есть те люди, которым дам талант от Бога, и они этот талант, бывает, разбазаривают, и ничего из них не получается. А есть люди, которые без таланта своим трудом добиваются достаточно больших высот. Саше нужно определиться. Он уже все знает про себя, что у него есть и чего у него нет. У него как раз тот случай, когда ему нужен труд. Труд ежедневный, ежедневная самоотдача. Если он это выдержит, то мы о нем еще услышим. А если нет, то он так и будет болтаться между суперлигами и непонятно где. Денис Захаров. Сегодня у него многое не получалось, но вот когда играл особенно русская пятерка, то есть было видно, что он и по классу, и по уверенности превосходит большинство своих партнеров. Хотя недавно у него был схват, с ним тоже были какие-то психологические беседы. Как сейчас вообще? Давайте тогда хорошо потратим время. И на это тоже отвечу почему. Потому что изначально формировались совсем по-другому. Все начинается с формирования. В этом формировании были вынужденные замены. Мы уже говорили, что у нас могли играть другие абсолютные игроки. Но так сложилось. Так бывает в баскетболе. Это процесс. Это целый процесс. Это такая жизнь, где что-то меняется. Мы хотели взять одних, у них не получилось. И так далее. Пока мы этим процессом занимались, Денис играл в первой позиции. Когда мы поняли, что ему играть в этой позиции довольно тяжело на этом уровне, мы переставили его во вторую позицию. Потом у нас травмировался Зи. Мы были вынуждены поставить Дениса снова в первую позицию. Так складывается в баскетболе. Так бывает. Травма Зи кто ожидал, да? Поэтому было достаточно тяжело Денису во все это дело входить. С учетом того, что прошлый сезон не назовешь у него положительным для него, как у игрока. И все этот ор по поводу того, что Денис плохой, это просто ор людей, которые не соображают. Зайдите на Суперлигу, посмотрите и предложите альтернативные варианты. Если на следующий год нам будет предложено выбирать между Захаровым и еще кем-то, то кого мы выберем? Вы поэтому подумайте, что, к сожалению, у нас Суперлига, молодежные команды и так далее не выбрасывают такое количество готовых игроков для команд Лиги ВТБ. Все лучшее в пяти командах из русских игроков вся сборная России и все, кто более-менее рядом. Это в пяти топовых клубах Лиги ВТБ. Мы собираем ребят, стараемся сделать из них игроков, которые приходят к нам из молодежки, либо Суперлиги, да, не важно, сколько они там находились времени. И с каждым годом это делать все время труднее. Надо найти игрока, который сразу бы пришел и через полгода начал соответствовать уровню Лиги ВТБ. Да, я играл против американцев и против европейцев из топовых клубов, из топовых сборных. Ну, согласитесь, это довольно тяжелый случай. Поэтому надо определиться, кого развивать, да. И на мой взгляд, для того, что если мы хотим, чтобы Захаров заиграл, мы должны давать ему играть. Ведь когда мы будем давать ему играть, то он тогда заиграет. А не будем давать играть, но он тогда не заиграет. В этом сезоне впечатление такое, что Захаров прибавил в защите. Изначально, два назад еще считалось, что защита – это самое слабое место. У вас в этом сезоне больше претензий стало к Захару по защите или меньше? Больше. Больше. Это миф, что он прибавил в защите. Ему надо работать в защите. Работать, не останавливаясь днем и ночью. Ему надо не думать о нападении, а заниматься защитой. Сейчас нужны защитники. Люди, которые могут защищаться. Это опять тот разговор, который я говорил. Либо дано от Бога или нет. Что такое защита? Защита – это боковая скорость. А скорость не развивается. Скорость – это сила. Плюс понимание. И поэтому Денису работы очень много. И претензий к нему очень много. Поверьте мне, эти претензии я высказываю без остановки. И, возможно, может быть, даже больше, чем надо. Но я хочу, чтобы он заиграл. Я говорю, что я могу вообще ничего не говорить игроку. И не делать ему замечаний. Когда я потеряю интерес к нему. Если я с игроком общаюсь, если я ему говорю, значит, мне интересен этот игрок. И делаю ему замечания. Ну, вот так как-то. Лютич начнет в общей группе после выходного дня. Посмотрит, что у него с ногой. Потому что там непростой очень ушиб, который достаточно долго заживает. Прогнозом врачей могло длиться от двух недель до месяца. Соответственно, он начнет раньше. Потому что максимум, что можем делать, то делаем. Заворую пока вопрос открыт. Павлов выбыл до конца сезона. Артем Комиссаров в последних матчах. Как можете оценить его игроку? То есть у него был удачный матч сегодня, он немножко выпал. Знаете, я оборачиваюсь. Иногда вот сзади за скамейку захожу и ввести ряд фамилий на майках своих игроков. Голдарев, Комиссаров. Это Суперлига. Игроки, которые, ну, каким-то образом когда-то попадали в Лигу ВТБ, но никогда не были на ведущих ролях, да, никогда не были лидерами в командах Лиги ВТБ. Этим игрокам нужно время. И Артем, он это время, проведенное здесь, даже не игровое, а просто проведенное в команде, он в двух играх его реализовал. Потому что нужно понять свою роль, что ты можешь делать, а что ты не можешь. Как ты можешь приносить команде пользу. И вот он показывает эту ситуацию в двух играх. В сегодняшней игре он сыграл чуть хуже. Но это следующий этап подготовки игрока. Известный хоккейный тренер Хичкок говорил о том, что очень легко играть в Лиге любому хоккеисту, который туда приезжает, первый год. Потому что туда приезжают в НХЛ звезды. А когда на второй год против них ставят топовых защитников, то сразу же начинается проверка, это звезда или нет. Потому что игроку приходится перестраивать, играть в другом режиме. Как только ты начинаешь забивать, на тебя начинают считать. Если в первых двух играх соперники не считали Комиссарова, это был обычный ход, для них неожиданный. И Артему было комфортно играть, и ответственность за ним не давила. И он поэтому хорошо сыграл. Сегодня уже было тяжелее. Ответственность сложится. Это две разные вещи. Играть игроком замены или брать на себя ответственность за результат. И вот сегодня стало тяжело. Ему надо этот этап тоже пройти. С точки зрения акклиматизации, все в порядке у нас. Мы дома находимся, мы восстановились от всего, за исключением травм. Все хорошо. Но мы играем в режиме 3 дня игра, и соперник все время меняется. Этот соперник, у нас нет такого запаса прочности, чтобы где-то мы могли позволить себе кому-то отдохнуть. Вот я сегодня сделал то, что считал нужным. То есть где-то убрал лидеров, чтобы не добивать их психологически, дать им возможность перед крышиакой чуть больше восстановиться, да, и не получать вот это удовольствие от этой разницы в конце игры. И дал поиграть тем, кто играет мало. Поэтому времени на какие-то физические изыски в подготовке или на тактические нюансы отработку особо нет. Потому что мы завтра команду не увидим, потому что она должна все-таки отдыхать когда-то. И послезавтра у нас будет две тренировки и игра с крышиакой. Утреннюю бросковую я не считаю. Поэтому мы утром приведем после выходного дня физические кондиции и вечером попытаемся наиграть то, что мы сможем делать с крышиак. Вот и все. Поэтому в таком режиме очень тяжело готовиться. Хорошо, когда у тебя длинная скамейка и все одинаковые примерно. Тогда ты можешь распределять это время и давать играть. Но это позволяет себе топ-клубы. Мы себе такого позволить не можем. Но и тем не менее я стараюсь все равно заигрывать игроков и Глеба, и всех остальных, чтобы они были в форме и были готовы. Потому что я верю в то, что они наберут свой опыт. И все равно рано или поздно нам где-то кто-то поможет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...